Третью неделю без холодной воды остаются несколько жилых домов в районе Красный Химик. ЧП произошло в середине января, когда замерзли трубы, подающие холодную воду в микрорайон. Полностью последствия той аварии до сих пор не ликвидированы. Сегодня на место происшествия выехал глава города Владимир Быков и депутаты Кировской городской думы. Репортаж Ивана Швецова. Николаю Кривошейну 81 год. Всю жизнь он прожил здесь, в микрорайоне Красный Химик. Вчера к дому пенсионеры не подвезли автоцистерну с водопроводной водой. И сегодня пожилой человек, рискуя упасть с обледеневших ступенек, пошел добывать воду из самого надежного для зимы источника – атмосферных осадков. Снегу набрал, чтобы в туалете смыть. И давно вы доходите? С 19 числа января у меня не сулит. Три месяца у меня влево полы, рука от нее есть. В деревянных домах, которые по-прежнему лишены холодной воды, живут люди преклонного возраста и одна многодетная мать с маленькими детьми. Кстати, женщина уже чуть не сломала себе ногу, когда шла за водой к автоцистерне. Она до сих пор передвигается на костылях. ЧП произошло в середине января, когда замерзли трубы, подающие холодную воду в микрорайон. Полностью последствия той аварии до сих пор не ликвидированы. Сегодня на место происшествия выехали глава города и депутаты Кировской городской думы. Водовод, который проложен по старому мосту, работает сейчас в аварийном режиме. Часть воды по-прежнему сливается в сторону реки. На сегодняшний день мы говорим, что вопрос подачи воды решен. Основная задача три оставшихся дома проблемных, то есть привести в порядок систему подачи воды в подвальных помещениях. И готовим проект реконструкции этого водовода и в летнее время будем его менять. Виновные, конечно, понесут наказание. Это мы здесь разберемся. Не нужен принцип. Быстро, как попало, всех наказать. Давайте разберемся, увидим. Мы знаем примерно и говорим точно, что вот есть две организации, из-за чего там. Они сейчас этими вопросами занимаются. Так что главное не наказывать, главное не допустить вот таких срывов. Восстановительные работы в красном химике затормозились из-за особенностей конструкции водопровода в старых деревянных домах. В двух домах в одном доме красный химик пять. Пол дома вчера отогрели, отсутствует холодная вода в четырех квартирах, то есть пол дома. Красный химик один, значит, тоже две квартиры отогрели. Две квартиры, значит, пока еще не смогли отогреть технические проблемы. И вот красный химик, красная звезда четыре, там, значит, висит замок в квартире, под полом которой и происходит, как бы, запитка дома холодного. То есть невозможно осуществить работы, не открыв эту квартиру. По предварительным оценкам специалистов, полностью водоснабжение в микрорайоне красный химик будет восстановлено к концу следующей недели. Иван Швецов, Максим Козлов, Вести, Киров.